Палестинская автономия Павел Полев, депутат горсовета Ариэля, также считает, что автобусная компания тут ни при чем. Раньше, когда прорабы брали этих работников на работу, они их забирали с определенного места, заканчивался рабочий день, и их отвозили обратно на то место, откуда их забирали. Со временем, наверное, я так думаю, это мое субъективное мнение личное, из-за экономических вопросов, они оставили это на транспортную компанию. Зная закон, что водители автобуса не имеют права никого высаживать, человек заходит, платит деньги, и он не имеет права ехать. Так ситуация создалась. Мое мнение, что в принципе все не так же плохо. Каждый житель этой страны, гражданин Израиля или он палестинец, имеет право на нормальную жизнь. Если он едет на работу, как должен добираться. И в принципе все меня устраивает. Но со временем началось немножко абсурдное состояние такое в автобусах, что они на работу приезжают раньше и уезжают раньше. Автобус стали заполняться. Тогда израильские пассажиры, которые хотели сесть на автобус, или на него не могли сесть, а если садились, то должны были стоять. А если попросили какие-то, может быть, услуги, беременные женщины или девушки, или женщины присесть, то получали, может быть, не всегда красивые ответы. И с этого начался конфликт отношений. 3 марта министр транспорта Исраиль Кац распорядился запустить шесть новых автобусных маршрутов, предназначенных только для перевозки палестинских рабочих. И представители местных властей решили, что проблема решена. Все хорошо помнят, как террористы взрывали автобусы. Это происходило не раз и не два. Поэтому у пассажиров, которые были вынуждены ездить вместе с палестинцами, возникали вполне справедливые опасения. Командующий Центральным военным округом говорил, что все под контролем, и причин для волнения нет. Но спокойствия от этого не прибавлялось. Министр транспорта нашел решение, устраивающее всех. Палестинцы теперь смогут спокойно добираться до работы и вечером возвращаться домой, а израильтяне перестанут испытывать неприятные ощущения от опасного соседства. Но на практике оказалось, что система не работает. Все автобусы с палестинцами солдаты тщательно проверяют на КПП. Израильский транспорт проскакивает в блокпосты практически без остановки. Поэтому гастарбайтеры предпочитают пользоваться старым и проверенным маршрутом, а обделенные поселенцы снова негодуют. Я считаю, что сначала нужно было решить проблемы с транспортом для поселенцев. Автобусов не хватает, ходят они редко, ждать приходится долго. Составить график поездок так, чтобы не опаздывать на учебу, очень сложно. Вместо этого министр дарит палестинцам шесть маршрутов, а они ими не пользуются. Теперь недовольны все. Но на самом деле автобусные страсти приносят не только проблемы. Местные таксисты, перевозчики нелегалов и владельцы придорожных закусочных уже давно научились извлекать прибыль из транспортного коллапса. Я не расист и хочу, чтобы все мы жили в мире, чтобы здесь было только спокойствие и процветание. Я приехал сюда жить не для того, чтобы воевать с кем-нибудь. Со своими соседями я прекрасно уживаюсь. Некоторые из них у меня даже работают. Конечно, проблемы случаются. Но я уверен, что если есть добрая воля, то их можно решить. Палестинцы, в свою очередь, обвинили израильские власти в расизме, забыв о том, что независимость, которую так долго добивались их лидеры, предполагает в том числе и проверку при пересечении границы. Паспортный контроль пока никто не отменял. Мы рассматриваем происходящее как дискриминацию. Это неположительное, это негативное развитие событий. Новые автобусные маршруты должны отделить поселенцев от палестинских рабочих. Это расизм, и правительство Израиля должно пересмотреть свое решение. Израиль – это российская страна, в которой преследуют арабов. Евреи дискриминируют местных жителей. Это началось в 1948 году и продолжается до сих пор. Ничего другого мы от них не ждем. Работающие на территориях автобусные компании получают субсидии от государства. Пассажиры здесь платят 50% от стоимости билета. Но палестинцы, к сожалению, не знакомы с пословицей про зубы дареного коня. Бессмертная фраза Виктора Степановича Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» вполне применима к этой ситуации. Министерство транспорта выбросило на ветер несколько миллионов долларов. А в ответ добилось лишь новых обвинений в расизме и дискриминации. А автобусы в Самарии как были, так и останутся смешанными. Так что кинувшиеся в бой правозащитники могут играть отбой. Дорога от Ариэля до Тель-Авива занимает всего один час. Однако благодаря нелегальным соседям она может превратиться в трехчасовую борьбу. За право израильтян безболезненно добраться домой. Вопрос накалился и власти обещают решить проблему. Однако к чему это приведет, покажет только время.